Всем добрый день! Это питомник роз Полины Козловой. У нас сегодня пасмурно, я быстро решила снять очередной шедевр. Вот сейчас передо мной этот сорт называется Штетебекер. Это новый сорт чайно-гибридной розы. Этот, скажем так, красавец не хочет никак фотографироваться на ярком солнце. Не получаются фотографии, хотя сорт это что-то невозможное. Он настолько хорош, у него такой красивый цвет. Это и не классический красный, это и не винно красный, и не темно-малиновый. Здесь что-то прям такое намешано. Сорт восхитительный, у него настолько обильное цветение. Это опять немцы что-то там натворили в своей генетической лаборатории. Сотворили что-то такое чудесное. Аромат просто отрыв головы. Красавец, просто красавец. Единственный минус фотографироваться, но никак не хочет. Когда он расцветает, вот только-только расцветает, вот у него такой вот темный бутон, прям с какой-то темной глубиной в середине. А потом он становится вот таким. Цветы огромные, такие все набитые. Дождь идет уже сколько времени, уже несколько часов дождь шел. Все цветы в воде, никто ничего не клонит. Вот он, красавец. Кусты очень высокие, на маточнике у меня куст. Несмотря на то, что я в прошлом году его изрезала на почку, что-то можно было взять. Он где-то, наверное, сейчас уже метр тридцать. А ему только второй год. Красавец сорт. Это тоже отсветший. Вот бутончик, он только-только начал распускаться. Он действительно гораздо темнее, чем цветы, которые уже давно на кустике. Хороший сорт. Так думаете, он один из лидеров будет в следующие годы, потому что красные сорта пользуются популярностью редко. Но если вот в кого-то влюбились, его будут любить долго. Хороший, красивый такой. Достойнейший товарищ для того, чтобы его разводить. Красивый. Это классическая, классическая роза для сада. Есть сорта, которые вытащили, скажем так, из теплицы, посадили в саду. И вот они там, кусты растут. Да, они красивые, но сразу понятно, что это товарищ не для сада. А вот это настоящая садовая чайно-гибридная роза. Возможно, в теплице она тоже себя будет вести шикарно. Но вот именно в открытом грунте, полевых условиях он показал себя великолепно. Ну, кстати, вот сразу тогда соседку покажу, пока мимо хожу. Это у нас Мадам Анизет. Тоже она у меня достаточно недавно. Сейчас приближусь куда-нибудь. Это чайно-гибридная роза. Сорт достаточно новый. У нее, скажем так, нестабильная окраска. Объясню сейчас, почему. Вот так она выглядит, когда она расцветает. То есть у нее внешняя сторона, внешние лепестки более молочные, а серединка с розовинкой. Потом она становится такой молочно-салатовым каким-то намеком. И когда она уже совсем-совсем распустится, она может стать либо салатовой, либо белой, либо молочной. У нее такой играет цвет. Роза крупная, с хорошими кустами. Лист хороший, стволы хорошие. Такая вот рабочая-рабочая лошадка. Сейчас посмотрю. Зацветает она. Все, не могу пройти рядом. Ну, смотрите, ну это же просто что-то. Вот это все. Ой, красота. Не могу просто все. Так. Сейчас я найду вот этой красавицы. Красивый бутончик. Она расцветает, повторюсь, чуть-чуть позже. Скажем так, некоторые уже отсвели, первую волну ушли, а она вот только-только. Вот так ее разворот классический. Вот. И потом она начинает играть. Кусты плотные, нераскидистые такие, скажем, стоящие вертикально. Такой нежный цвет. И при этом на фоне такой, скажем, салатовой листвы. Очень обильный. Очень много листа на кусте. Он прям так хорошо-хорошо облистан. Очень красиво. А, ну вот, смотрите. Сейчас вам покажу, как она красиво раскрылась. И цвет. Ну, некоторые розовые вот не хотят фотографироваться. Прямо капризничают. И камера их не покажет. Она и не белая, и не розовая, и не молочная. Что-то такое прям намешано-намешано. Она очень хорошо пахнет. У нее восхитительный аромат. Прямо она супер-пупер. Есть розы, которые пахнут просто розами. Ну, розовое масло и розовое масло. А вот эта роза, она пахнет по-особенному. Здесь какие-то духи. Что-то там намешано. Красавица. Ну, так как так, это у нас мадам Анизет. Это у нас Штеттебеккер. Красавица. Ну, вот так мы выглядим. Ну, а теперь всем спасибо. И до свидания.